В очередной раз приглашают на матчи чемпионата Белоруссии по футболу. В очередной раз приглашают на матчи чемпионата Белоруссии. По крайней мере болеет. И вот мы видим Алексей Сушков с первых минут разогрев. Бадаян уходит от одного. Напрашивается передача направо. Она туда летит. Белизнюк в касание слета. Мяч делает передачу. Делает ее на Савастьянова. Евгений передача в центр штрафной. Белизнюк не пошел. Но мяч вновь у Савастьянова. Здорово обыгрывает. И удар по воротам. Не передача это была. Именно удар по воротам. Мог Евгений. Палачан Игорь Кривобок с мячом. Сделал ему передачу Валерий Жуковский. Вот мы видим помогает и Вадим Демидович. И удар следует из-за пределов штрафной. Ух как мяч-то неудобно летел. И высота не сам. Без обострений пока развивается атака. Вот Гаврилович один слева. Можно было сделать передачу. Но Кирильчик делает еще более острый пас. В направлении Геннадия Близнюка. Удар следует из-за пределов штрафной. Неожиданный удар от Евгения Савастьянова. Но мяч контролирует. Полет мяча контролирует. Паузу вспомнили мы и об этом защитники Гомеля. И вновь болят на Дмитрия Комаровском. Ну что получается соскучились соперники по Дмитрию. Близнюк. Передача. Бог ты мой. Как же так можно. Завен Бадаян. В ложе прессы. Хватаюсь за голову и я. Смотрим повтор этого эпизода. Но мне кажется Геннадий Близнюк сделал для партнеров все, что только можно. Забивай не хочу. Не захотел Завен Бадаян. Во-первых, Быченко. Передача в разрез. В турнирной таблице у нас следующее. Лидирует Динавов Цеминска. 41 очко. Вслед за ним. За ними следуют. Футболисты Бады. А что здесь? Здесь была рука. Руслан Гунчак бьет и открывает счет в этой встрече. 1-0. Нафтан повел. На самом старте второго тайма. Разбегается и тот, и другой. Бьет Гунчак и делает это очень и очень неточно. И руками, без нарушения правил, выбил мяч прямо из-под ног у Завена Бадаяна. Очень опасная ситуация возникла у ворот Нафтана. Удар из-за пределов штрафной. Приложился к мячу. Не завалили, а без нарушения правил мяч забрали. Завен Бадаян. На левом фланге. Он делает передачу. Удар. И какой великолепный мяч проводит Геннадий Близнюк. 1-1 счет становится. Но вот то самое пиршество футбола, о котором мы говорили, которого мы ждали. Оно началось во втором тайме. Действительно, первая половина встречи говорила о том, что футбол интересный. Футбол без забитых мячей. Они посыпались на самом старте второго тайма. Сейчас отличился Геннадий Близнюк. Это был именно удар головой. Это не подставление. Это был именно удар. Невысокого расточку у Геннадий Близнюк. Но как же здорово он выбирает позицию в штрафной площади. Как же высоко он выпрыгивает и как четко бьет головой. Ну что, не знаю. Здесь остановив великолепную атаку Гомеля, сразу вспоминается чемпионат мира. Сразу вспоминается. Сразу вспоминается. Луасьянов играет с Бадаяном. Хорошая передача Близнюку. Тот обыгрывает. 1-1 защитника бьет. Геннадий Близнюк. Ну просто красавец. Он просто великолепен во втором тайме. Да и вообще сегодня он хорош. Ну наконец-то мы вспомнили того самого Геннадия Близнюк. Тут же Гомель до этого выступал. Геннадий Близнюк. Мы его хорошо помним. Мы знаем, как он умеет пробить касание. Как он умеет обыграть 1-1 соперника. И как он умеет пробить вообще. Навесы ошибается. Как же ошибается Андрей Климович. Пошел. Направленность действий Быченко разрушающая. А у Кирильчика созидающая. Из двух этих футболистов. Удары за пределом штрафной наносит Дмитрий Комак. Турнирная таблица. После 17 туров выглядит. 4 мяча в воротах той и другой команды. Так что матч еще раз. Мячами в этом матче. За внимание. С вами был Кирилл.